Итак, следующая стадия нашей работы с ногами, мы переходим к ступням, к пяточной, вот этой щеколотной зоне, палечной щеколотной. Можно для этого, смотрите, поставить стул здесь и просто сесть на него, да, и работать с пятками, сидя, да, прорабатывать каждую ногу отдельно, там, точки, да, вы прорабатываете пальчики. А можно другим способом ее пользовать, да, вот мы закончили работу с кроножными мышцами, звездами вот так вот, и просто берем, поднимаем теперь ногу к себе, и она находится опять для вас в удобном положении, то есть вы стоите ровненько, да, и ножка отдыхает, расслабляется. И вот некоторые боятся, например, что они пережимаются ли вот тут какие-то там мышцы вены, да, 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 нет, в принципе, прямой угол, он не такой сильный, чтобы там что-то переезжалось. Тем более мы не так долго работаем с этим участком ноги. Но, чтобы тело человека, да, не оставало, все-таки давайте накроем те части, которые в данный момент нам не нужны. Не забывайте привлечь заботу о вашем человечестве. значит масла у нас не хватило значит здесь вот вокруг щиклотки с обеих сторон делаем вот таковообразный захват и с небольшим скручиванием прорабатываем все икроножные мышцы помните я вам говорила что масла не хватает то возьмите его снимите прямо со ступни и размажьте здесь размазывая вот таким движением можно дополнительно прожимая голень только смотрите я не вот этими пальцами жму а я жму подушечками большого пальца и мизинца как бы стараясь отжать отодвинуть мясо от кости косточки далее я делаю из рук прищепку и такой прищепкой защипляю и отделяю это мясо с двух сторон с другой стороны вниз вниз сверху вниз есть немножко по-другому как делается вот так стругаю особенно это полезно тем кто бегает по утрам спортсменам у них сюда вот эти вот мышцы они забили жесткие такие поэтому их дополнительно ну надо с этой стороны посмотрите вот здесь пальчиками дополнительно тут их прорабатываю да вот эти пальцами прорабатываю да вот так вот так вот так и когда вот я прищепку делаю получается вот так вот да я их отодвигаю прям некоторые люди так и говорят вот мясо отодвигаешь от костей да далее смотрите вот мы берем . тоже хорошо что поближе вот там у кошки заканчиваются да вот эти вот вот пяткой с этой стороны с этой стороны эти акупунктурной . отвечают за половую сферу человека их про пульсировали такую подковку сделали да зажали передали подковку другой рукой вот тут тоже есть такая вот сексуальная тема у человека все вся вот эта область да где линия сгиба мы ее активно тоже стимулируем я люблю это вообще делать одновременно здесь так работа здесь вот так по кругу видите с двух сторон простимулировали и дальше сделали захват вот так угольная да а ногу захватили вот сверху наподобие тензисной ракетки от фонга помните когда мы ее хватаем даже большой палец выставляем для жесткости для более жесткого захвата так и тут мы этот палец выставили и держим пятку чтобы тут было жестко жесткий захват а здесь рукой держимся ниже костей чтобы освободить вот эту сгибательную нашу связку раз расключим в одну сторону энергично массивно в другую сторону согреваем ступенью да схватили выше согреваем чуть выше и вот видите я уже как-то отпустил еще позже за пятку и вот эту часть я уже раскручиваю схватили здесь раскручиваем вот эти вот после всего большого пальца да это может похрустеть потом раз схватили за ваш палец такой захват если стопа осталась холодная то дополнительно и развиваем закрываем нашими средствами либо изгубленными массирующими движениями постукиваниями такими похлопываниями вот такими такими кулачком можно побить вот и бить кулачком по хаточкам вообще очень полезно для женщин особенно для мужчин это стимуляция стимуляция подвижности в малом тазу активность в малом тазу то есть для лучшей работы вписательной железы это можно сделать но только тут коленка должна быть прямой желательно чтобы вот удар и развивался вот туда а чувствуется да что здесь вот далее мы берем ногу с этой стороны с этой стороны да вот тут есть аппаратурная точка вдоль сгиба где мизинчик заканчивается да вот я сейчас нажму вы их просто увидите вот это не видно видите хорошо отпечатает да вот берем здесь и так прожимаем несколько раз 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 и с этой стороны берем раз 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 и становимся разделить вот эти пальчики друг от друга разделяем а потом не отпуская захвата держа крепко да на сворачивание стопу разворачиваем от себя перехватываем вот так в другую сторону бывает хруст ну тоже не перестарайтесь да у кого хрустит нормально у кого не хрустит тоже нормально конституции у людей бывают разные потом пальчики да как бы тоже хрустим вверх некоторые просто делать такой захват да за все пальцы их вот туда на излом идут да я предпочитаю помягче делать беру со стороны как бы надавливаю по очереди вытягивая пальчики туда раз любя бережно к ним относясь бывают про щелки от пальцев бывают нет но при этом мы смотрите мы всю ногу до всю стопу вытягиваем с этой стороны а теперь берем захват пальцев на себя и вытягиваем теперь ахиллу сухожилий с этой стороны вот она не ценнулась видите и берем разогревающим движением ладонью то есть тут движение быстрее больше вниз то есть вверх я просто регончик возвращаю вниз 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 продолжаем работать с нашей лимфосистемой сразу же не отходя от кассы я ногу чуть-чуть отпускаю чтобы прямой рукой лапа леопарда сделать захват закатку сделать захват на себя вот этими костяшками мы пытаемся несистую часть пятки отодрать от пяточной косточки различных стимуляций возможных шпор пяточных пальчиками это все проходим пытается это вот отодрать мускулатуру далее ну точек и культурных вы знаете находится масса на стопах я даже сейчас не буду взять внимание потому что это вообще отдельные виды массажа помните там говорю с этих точки культурно есть и зоны и точки на лице и на ухе и вот на языке есть и на каждом пальчике руки и столб и спины это вообще отдельная тема для изучения требующие несколько лет наверное чтобы понять чтобы глубоко понять да фактически культуры компрессура пользуются она достаточно просто простимулировать так в общем плане да по-быстрому тем более мы тут это все делаем за 3-5 минут поэтому условно помню что вот тут находится и желудочно-кишечный тракт вот такой вот квадратик да его проходим все точками вот тут подход пальцами до пальца на самом деле начинаются не здесь вот тут вот сгибаться еще видите вот эти вот косточки так проходим сюда раздвигаем друг от друга вот если на пальчиков косточки так прожимаем точечки да с этой стороны прожимаем вот эти вот под сгибом под сгибом вот эти вот точки точки между пальцами вот эти перехломки потом вот здесь находится позвоночник его вот так вот сильно костяшком пальцев можно проработать чтобы создать ему тепло дополнительный человек не знает мы можем сказать что мы в данном случае тебе массируем позвоночник знаешь в данном случае мы эти позвоночник массируем а вот тут я тебе массирую левый глаз а вот левую щелку да а вот левую челюсть то есть на правой ноге у нас все перекрещено для да с левой стороны мультурная точка находится с левой стороны человека далее вот мы захватываем вот так вот ножку да и как вывешиваем прием называется микрофон на паутинке может знаете да такие микрофоны из которые в резиночках висят вот так вот да вот практически из своих собственных перепонков перепонку пальчиков да мы создаем такое легкое движение не касаясь ноги подвешено под собственной тяжести так пружинисто да пружины пружины так пружины потрясли полностью расслабили видите как расслаблено сразу видно что вот это как желеобразно как кажется вообще отличный эффект можно проверить на этих мышц да вот потрясли закляточку также увидите сразу идет импульс передающийся вот сюда видите можете передать импульс выше вот в бедро когда мы берем ну в принципе на этом уже можно закончить да мы расслабили то есть уже движение доходит сюда и сюда и сюда по спирали по спирали вот это бедренная корточка и далее у нас такие вот мануальные техники когда мы берем ну в принципе на этом уже можно закончить да мы расслабили прохлопали ножку протрясли и и в принципе можем открыть пациента я предлагаю еще добавить некоторые мануальные такие техники когда мы в этом состоянии расслабленном да упираемся в коленку прям туда внутрь вот это единственный случай когда мы прямо на эту наскладку да нажимаем и давя на голень на щиколовку чуть ниже прямо на голень да движение вот такое туда то есть там бывает хруст мы ставим низко на место как много служащие длина могу чуть выше на бедро до кладем на руку икры верхнюю руку передвигаем на стопы выше вот этого сочленения где сгибается двинули и движением вот туда прямо в туда слышали да если нога у человека там как-то крутится и кривая да вот такая то поддерживать ее вот вот здесь на боксом пятку пятку упор дополнительный то есть не только у нас вот сейчас горизонтальный упор да а еще вот по вот этой вот не только вертикально а еще и горизонтальный упор вот уперлись и вот так схватившись опять же за ногу да за стопы вернее разворачиваем ее максимально вот так вот себя и стараемся прикоснуться противоположных центра противоположной ягодицы да у здорового человека все нормально касается ну это дополнительная суставная гематика так называемой да мы делаем растяжку развернули в обратную сторону и с этой стороны вот к вот этому выступу бедра да пытаемся двести пятку здорового человека практически она касается завершение упражнение выставили в обратную сторону потрясли покачали и как я уже говорил завершаем практически работу с каждой областью потоковыми легкими потряхиваниями какой-то вот вибрацией находя на совсем легких углаживания и сброс энергетический сброс конечностей все на этом можно сказать что работу с задней поверхностью ног стоп мы завершили и переходим к другим частям тела об этом вы узнаете в следующих наших видеороликах пожалуйста смотрите дальше